Заходя в любой водоем, человек в первую очередь должен думать о своей безопасности. Это подчеркнул заведующий Артемовским бассейном тренер по плаванию Дмитрий Драбчак. Если человек плохо плавает, это значит не нужно ему куда-то плыть на глубину. Это начнем с открытых водоемов на открытой воде. То есть плохо, плохие навыки, это не надо плыть куда-то на глубину и пытаться еще дальше прокрыть, доказать и показать. То есть спокойно выходить на определенный уровень, то где-то по пояс и спокойно выполнять свои действия, отдыха, то купание и тому подобное. При купании желательно не переохлаждаться. Если температура воды не достигла комфортного значения, лучше оставаться на берегу. Родителям необходимо научить детей правилам поведения на воде и, конечно, научить ребенка плавать. С этим помогут в бассейне города Артема. Сюда на групповые занятия по плаванию берут ребят в возрасте от 5 до 7 лет. И хотя между плаванием в бассейне и открытом водоеме нельзя поставить знак равенства, основные навыки ребенок усвоит очень быстро. Дети, которые приходят у нас 6 лет, с нуля, они начинают плавать у нас с сентября, в декабре начинают плавать у нас в ластах и двумя видами стилями. То есть, как я учу, это кроль на спине и вольный стиль на груди. В бассейне у нас, можно сказать, благотворительная среда. То есть, это спокойная вода, это прозрачная вода. То есть, ребенок видит или взрослый человек видит, куда он ныряет, как он плывет. То есть, это все видно. И это раз. Во-вторых, это есть ограждение, как волногасители, как край бортика, в случае чего это можно взять, отдохнуть. Да, есть определенное количество. То есть, ну, допустим, бассейн 25 метров у нас в длину. То есть, он проплыл, отдохнул, дальше плывет. На открытой воде у нас этого всего нет. То есть, у нас идет мутная вода, пусть агрессивная среда, бывает это волны. Если это море, то волны, соленость воды. В реках, озерах у нас идет тоже самая мутная вода. И плюс течение, тоже это все сказывается. То есть, если куда-нибудь человек без опыта пойдет, куда-нибудь на глубину, его на течение, куда-нибудь снесет. Следует помнить о том, что категорически запрещается купаться в водоеме с сильным течением, около мостов и других сооружений. Также следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому. Очень часто в холодной воде ноги сводят судорогой. Если такое случилось, не стоит паниковать. Обычно сводят ногу, это стопа, потому что мы сильно напрягаем ножку, носочек сильно тянем, как, знаете, как, наверное, нога больше в гимнастике. И она сводится. То есть, в этом плане и икроножная мышца. То есть, руки, как правило, не сводят в воде. Если сводит икроножная мышца, то есть, мы плыем на животе, то есть, мы переворачиваемся на спинку. И стараемся, если есть такая гибкость, ну, пока мы стараемся, носочки тянем, пальчики тянем на себя и ручками стараемся тянуть, растянуть эту икроножную мышцу. То же самое со стопой. Ну, и икроножную мышцу мы еще разминаем, стараемся делать, ну, все на спинке. То есть, вот, на открытых водоемах, то есть, на открытой воде, как в соленой, то есть, ну, если человек держится на воде, ему будет это легче, потому что вода держит на поверхности. Опасно нырять в воду в местах неизвестной глубины. Можно лишь в местах, а специально для этого отведенных. Родителям ни в коем случае нельзя отпускать детей одних к воде, даже если ребенок умеет плавать. Необходимо всегда держать его в поле зрения. Специалисты ГО и ЧС обращают внимание на то, что для купания в Артеме отведены специальные места. Их всего два. Сезон начнется уже с 15 июня. Мы подготовили проект постановления в местном согласовании об открытии купального сезона в 2022 году. И один из пунктов гласит, что определить перечень решенных эксплуатации пляжей побережья Бухты Муравина и Артемовского городского места – это Малая Тавайза и территория детского здоровья, лагеря «Юность». А третий пункт – запретить купание населения на водных объектах Артемовского городского округа, кроме установленных пунктом 2 настоящего постановления. Все. Больше купания запрещено. Ведомстве призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем, соблюдать все необходимые меры безопасности пребывания на водоемах и в местах отдыха. Луиза Сысоева, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Телеканал «Лента».